здравствуйте дорогие друзья вот мы сдали антиген тест он на самом деле похож на тест для беременности то есть берут материал забирает материал из носа у взрослого из рта у детей и капают на такую штучку как тест для беременности и результат готов в течение трех-пяти минут его сразу же высылать на почту и потом этот результат нужно показывать для посадки на самолет который летит в сша то есть пцр здесь не нужен достаточно этого антиджен тест благодаря этому экономишь достаточное количество денег вот это мы идем аллея канкуна которая проходит там где находится интерконтиненталь президент и где мы остановились рио рио палас american fiesta еще там какой-то несколько отелей и они идут до как она за хаята зива это все вот такая территория водорослей там где хаята зива там крутой поворот там уже чисто вот карибское море они мексиканский залив там уже водоросли меньше и за счет волн они все выносятся на берег и вода там имеет реально бирюзовый цвет я вам тоже ее показывала то есть если вы планируете приехать в июне июле нужно ответственно подойти к выбору отеля то есть желательно найти в веб-камеру отеля посмотрите если там водоросли в настоящее время потому что в июне июле можно нарваться на эти водоросли такая ситуация здесь уже несколько лет раньше такого не было здесь всегда была бирюзовая вода это связано со сбросом сточных вод мексиканский залив из мексики из америки возможно еще с какими-то какими-то климатическими факторами но с водорослями конечно неприятно сейчас смотрела курорты сша такие как гавайи и майами там нигде водоросли нет и перелет от нас стоит на те же гавайи всего прямой рейс всего двести тридцать восемь долларов round trip то есть пять часов одну сторону пять часов другую сторону всего двести тридцать восемь тут прямой стоит из лос-анджелеса в канкун прямой стоит около 700 долларов то есть получается во во сколько в два раза в два раза вот так мы идем по этой дорожке это вот фиеста американо это все отели построены американцами не мексиканцами американцами возле них ухоженная территория можно пешком дойти до клубов вот от нашего интерконтиненталь он последний за ними идут виллы от нашего интерконтиненталь для до клубов идти быстрым шагом 10 минут да вот это вот бонга канкун и прочие клубы здесь не совсем безопасно ходить в клубы потому что можно нарваться на картель то есть могут подсыпать чего-то в напитке потом увести изнасиловать всей гурьбой могут вырезать почку ну либо в некоторых случаях могут и вообще тебя не вернуть то есть такие если их мало но такие случаи есть то есть конечно же когда девочка приходит с мальчиком или большая компания никого не тронут а если придет одна девочка или две девочки это еще и без мужиков есть риск нарваться ну либо продадут на занятия проституции это распространено в том числе кстати и в сша в тот же вегас везут проституток то есть тут есть история одну женщину продали в три страны по моему эмираты потом еще какая-то страна и потом уже конечная цель была лас-вегас в результате она смогла сбежать она уже получи естественно как жертва абьюза она получила сразу гражданство она уже гражданкой и она организовала и в 16 лет продали она организовала организацию которая помогает вот жертвам насилия вырваться из этой кабалы здесь наркокартель не проходит она чуть поодаль поэтому здесь чуть безопасно но есть районы в мексике прям вот реально опасные опасные это вам не эти смешные гетто в сша это реально где вас могут дубить либо разобрать на органы то есть какого-то такого релакса релаксом мексике ты не получаешь ты все время думаешь про эти истории кому голову отрезали по кого на органы разобрали и нет нет нету такого вот ощущения безопасности на самом деле у меня такого никогда не было и и в турции в египте я всегда себя чувствовала безопасности а тут вроде соседняя с америка и страна и тебя тут что-то пугает какими-то в сремя историями вот такая красота это dream dreams сенс канкун это все ол инклюзивные отели кроме нашего я мечтала специально похудеть но что-то мне подсказывает что я это не получилось это вот еще один отель впереди уже не помню какой тримс тоже нет римс вот этот справа вот так вот красивенько тут практически как америка да как майами ничем не отличается только здесь водоросли там водоросли нет ну конечно здесь плюс что волн нет но на мой взгляд лучше жить там где есть волны и нет этих водорослей чем жить там где есть водоросли нет волн личка отеля травка зеленеет солнышко буду слева водоем там крокодилы живут говорят что один раз американцы напились в клубах и полезли туда купаться их немножко крокодилы покусали все выжили но покусали молодых американцев так что в канкуне пресноводных водоемах это как раз лагуна лучше не купаться там реально есть крокодилы вообще климат похож на климат флориды во флориде тоже есть крокодилы приходят купаться в бассейнах вон там впереди видно наш интерконтиненталь а это лаз ол олос по-моему да вот такая какой красивый тут везде на везде когда заезжает машина спрашивает кто фамилия какой номер зачастую даже к пляжу не пройдешь нужно искать проход потому что через отель не пройти вот лаз олос резиденты нс по канкун вот такая здесь живописная дорожка зеленая травка также хорошо в тенечке то осталось еще немножко пройти и будет наш отель вот такое дерево большое красивое как она удачно растет и сидишь и в тенечке в тенечке прям хорошо если в лос-анджелесе и южной калифорнии в тенечке холодно то здесь в тенечке просто прохладно приятная такая прохлада сейчас придем переоденемся и пойдем на пляж там как раз у нас в номере убрались уже последний раз завтра мы улетаем домой на самом деле когда живешь на курорте то есть где мы живем в orange county в калифорнии когда ты прилетаешь вот в ту же мексику куда-то где есть пляж в дубаи мы в прошлом году прилетали ты не ощущаешь себя на как-то полно на полноценном отдыхе потому что ты сам живешь на курорте то совершенно разные впечатления когда ты живешь в москве где солнце бывает редко и холодно и ты особенно зимой когда снег ты летишь туда где солнце песок море этот вот такой вот кайф это живешь там где все время океан солнце и тепло круглый год и прилетаешь туда где есть море песок солнце ты не ощущаешь отдыха даже наоборот мне кажется отдых там потому что там у тебя большой дом несколько комнатах и комнат несколько санузлов вот как-то все размере на единственное что здесь плюс это то что тебе готовят смена картинки смена обстановки действительно можешь скупаться я не особо любитель купаться в море если честно я в черном не купалась средиземном это знаете для меня зайти выйти мне гораздо комфортнее зайти в бассейн там можно как-то удачно лечь облокотиться и лежать в воде кайфовать а море что море если волны ты там не расслабишься если вол нет здесь водоросли так зайти выйти если там кто-то мне написал в комментариях что они аллергены я на самом деле в первый день у меня действительно пола аллергия на что-то но я была такая подпростывшая возможно просто это урви а возможно о мужчина сзади уже умирающий лебедь вот здесь живет моя подруга это отель соседний с нашим рекомендую очень посмотрите пич скейп кин на вилл с м свит из канкун здесь цена здесь он не ол англюзив цена в два раза ниже чем наш соседний интер континенталь два раза ниже качество даже номера больше вот таком территории даже есть балкончик у нас балкончиков нету посмотрите у них есть балкончики у нас балкончиков не у них тоже можно взять завтрак и цена у них два раза ниже чем соседнем интер континенталь и в четыре раза ниже чем all-инклюзивных отелях четверках канкуна я молчу про дорогие отели то есть у кого ограничен ограниченный бюджет это вот идеальный вариант только смотрите чтобы ваш сезон когда вы приедете вон там море вида в окошечко сезон когда вы приедете не было водорослей обязательно смотрите этот момент кока-кола вот напитки завезли в наш отель а или это не в наш но тут непонятно в какой они отеле завезли какой-то отель завезли а а так объехали объехали фуру все таки это наверно наш отель до 1 что-то такие складские помещения нашего интерконтиненталя это вот наш замечательный отель надо быть сегодня видео снять на прощание вот и до вчера заказали фотосессию местного фотографа фотографа камера очень простенькая так себе и снимки получились не очень надо свою камеру брать у меня canon 5d марк 2 камера древняя но на хорошую и хороший объектив 1 1 и 2 по моему или 1 и 8 2870 очень хорошие снимки получается вот мы дошли на нашего отеля 1 1 народ выезжает мы выезжаем завтра все мы пришли сейчас выгружу видео здесь очень хороший вайфай я поняла что проблема с вайфаем это проблема дома именно с нашим оператором надо менять потому что здесь видео мои выгружается просто вот очень быстро очень быстро так всем пока пока